Мама рассказывала, что Екатерина Вторая, она же из Германии, мы русские немцы, понимаешь, вот она и поселила там, на Борге, на Саратове, все немцы, но они там и жили, говорит, пока война не началась. А когда война началась, немец на нашу сторону перешел, на Россию, ну и, а Сталин думал, что он заберет опять немец нас, она говорит, и он тогда нас все сюда, в Сибирь. Они на Волге родили семеро детей, Павлик был самый маленький, грудной, говорит, мама, а когда они, а там был голод, ну, там земля была песочная, и один год вообще ничего не родилось у них там, и был голод. Люди умирали от голода, а папа говорит, Маля, ну, что будем мы сидеть здесь, сложа руки и ждать, пока дети умрут. И он оттуда уехал сюда, в городе Минск, в Белоруссию, говорит, поеду в город и устроюсь на работу, и буду работать, чтобы прокормить хоть детей. Ну, и это, папка тогда уехал, меня еще не было на свете, и, говорит, устроиться никак не мог сперва, было трудно, говорит, а потом помог какой-то еврей, мужик, хороший мужик, он помог его устроить на работу. И вот устроил на работу, он стал работать, работу так, торф они, торф, ну, рубили. Какой там торф, ну, тяжелая работа была. Я родилась в Белоруссии, городом Минске. Я родилась, Маля, родилась и Витька наша. Ой, сколько вас было-то в итоге у родителей? Ну, 12 детей было у мамы, с папкой, да. Потом мы трое в городе Минске родились, а потом они переехали в Польшу. И там еще Иринка и Серега родились, а два няшки были у мамы. И вот все вырастили, и всех вырастили, все выросли, и работали, всю жизнь работали, трудились, благо своей страны, России. Ну, а потом, потом нас сюда привезли, когда это после войны, и уже, вот Саша, вот мой, их привезли, их привезли раньше. Потому что они еще на Саратове там жили, вот, а нас привезли сюда в 48-м году, мама говорит, уже маленько попозже. Ну, приехали, а папку взяли, как врага народа, взяли и посадили. Там все немцы ночью приходили, говорит, мама, машину надо, помогите нам машину, мы засели и машину помогите вытолкать. Да, да. Ну, и отец, говорит, оделся и пошел, говорит, и с концом его посадили. Там все, вот, которые там жили, и из... В Польше, да? Да, и в... Нет, не в Польше, в Германии жили. А, уже в Германии. Да, в Германии жили. И тогда сюда нас... А мама, мама нас с ребяти с ней сюда, в Сибирь. Вот мы в Сибири здесь прожили. Без отца уже, да? Без отца. А отец потом приехал, отпустили его. Мы там, когда жили в Германии, мы были русские свиньи. Нас вот назвали русские свиньи, приехали. Ну, вот видишь, когда мама порассказывала маме, а когда... А я-то родилась и здесь, и уже в России. И это... А когда мы приехали сюда, в это, в Сибирь, здесь фашисты, ага. Называли нас фашисты. Это первый год. А потом лучше, лучше, и лучше стало. Я помню, как привезли нас. Клуб Большуши был. И нас все в этот клуб. Мы там жили, пока они нам распределили нас квартиры дать. И вот... Ну, а домики были там маленькие. Не такие вот. Все такие маленькие. Тогда отдельно мы стали жить, все немцы. То есть вы не на квартире у кого-то жили, а прям отдельно сами? Да, отдельно все в этой... А в клубе как? Просто все помещения в одном спали? Да, прям на полу все. И долго? Нет, не долго. Наверное, неделя. И нас это... Все, ага. Ребятишки и взрослые, и старые, и молодые, и все. И все немцы? И все немцы, ну, которые у нас привезли. А сколько вас там примерно человек было? Ой, много. Ну, 50, 100. Наверное, больше 100, наверное. Говорят, в деревнях некоторых прям настолько много было вот немцев с Поволжья и так далее, что были прям улицы, их там называли немецкая там и так далее. Да, да, да. А у вас в Боровом много было немцев? Много было, ага. Когда вот нас привезли, много привезли. Одна... Там в Боровом одна улица была, и по бокам эти... И домах. Одна улица, она тянулась 2-3 километра, эта улица. Только одна улица. Ну, так и говорят, деревня в одну улицу. В одну улицу. А колодец совсем... колодцы были совсем мало. Колодцы, наверное, 4 было. И все. Далеко воды таскали. Ну, а поливать... Поливали грядки, там садили. Грядочки поливали мы из болота. Раньше болота были рядышком. И мы на краю огорода выкопаем эту ямочку. И там накопилась эта вода. И мы оттуда таскали, поливали. А есть уже из колодца. Пить, есть, боить. В Боровом жили мы. Ну, долго жили мы в Боровом. Сколько? Лет, наверное, 20. А, да вы что? А сейчас не существует уже эта деревня, да? А сейчас, когда Сталин помер, и люди... Мы же под командатурой были. Ну, тогда это сняли. Командатура у нас. И люди все разъехались. Вот. И тогда мы... А мы тогда уже сюда переехали. Уже папка с нами жил. Папа приехал и с нами жил. Но он долго не жил и умер у нас рано. А вот, когда Сталин умер, помните этот день? Какие чувства были? Мы еще как раз в школе учились. И объявили, что Сталин умер. Люди все плакали. Мы, особенно ученики, плакали. Ну, что, жалко было. А вы же должны были понимать все равно внутри, что он виноват в том, что вас совершенно несправедливо и папу посадили, и вас отправили. А я еще и не понимала. А все равно. Жалко было нам. Ну, как, 13 лет вам было. Вы же понимали, что вы ни в чем не виноваты, а оказались в этой Сибири. Ну, что-то зла не было на него. То есть у вас, получается, и папа немец, и мама немец? Да. И муж немец был. И муж немец был. А муж тоже тут похоронен, да? Да, здесь, в Колпашем. То есть вы уже тут укоренились? Да, да. Колпаша похоронили. Он помер в прошлом году, в январе месяце. Дети ваши не хотели? У вас сколько ребятишек? У нас четверо было. Дети ваши не хотели уехать в Германию? Не говорили с вами об этом? Нет, никто не хотел. Отец, дед у нас... Было же закон, что все туда... Люди много уехали, немцы. А наш дед говорит, ну, зачем мы туда поедем? Мы выросли здесь, говорит. И мы здесь умрем, говорит. Вот дети у нас здесь. Че я поеду? Я там никогда не был, говорит. И там нечего делать, говорит. И он не поехал. Так мы и здесь привыкли. А это вот мои дети. Катенька там старшая, Марусенька и Олечка маленькая была. А Наде уже еще не было. А это вот сам хозяин мой, я. И вот Катенька и Марусенька. Он держит Катеньку, а я Марусеньку. А это уже вышивки были, да? Подушечки. Да, 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 да. Две подушечки. А потом я еще две сделала, вот большие. А это вот отец наш, а это вот его сестра, Бесмадль. Это где, интересно, фотография сделана? Вы, я, это еще где на полдежиле. Ага. Там, что она видит. Плохо видать. Ага. А вот. Ага. Может, хотя бы что-то прочтете? Ну, нет, нет. У меня тумбочка была такая. И на тумбочке она лежала. А где нитки покупали? Продавались уже нитки тогда, да? Нитки продавались. Вот какая красота. Приданая бабулина. Ой, ой. Ну, куда все это девать? Давно чувствуется, сундук не открывали. Вот это красота. Ой, сейчас, сейчас, сейчас чуть-чуть сдвинем. Маленько. Ага. Вот так. Вот. Вот это я понимаю. Ага. И ты. Вот. Шторочка. Вот у меня. Ага. На двери. Ага. Выбивала на машине. Ох ты, шикарно. Шикарно. И все лежит. Никому, я говорю, девчонки, нет, сейчас моды нет. Никому ничего не надо. Отца я не видел. А почему? Он ушел на, 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 это, в армию. Угу. Потом, война, когда началась, его перевели в труд армию. Это по рассказам. А все равно я не знаю. То есть вы сюда с бабушкой и с мамой попали? Да. Ну, тетка была еще, отца, сестра. Бабушка, конечно, вышла, это, мать его вышла замуж. Он фронтовик. А отца, как он забрали, так он там и остался. Единственное, что прислали, значит, ну, бумагу, что... Короче говоря, не умер, не погиб. То есть без вести, так сказать. Это в каком году примерно? Ну, это где-то, ну, во время войны. А ваши с Алтая, да? Наши алтайские были. Раскулачены? Да, раскулачены, кулаки. В семье было 13 человек, 9 детей. Была еще бабушка, это самое у них, тетка была, и детская бабка. В каком году это получается? Это в 33-м году. Значит, деда с парнями отправляли, как сказать, там рядом деревня, а бабушку с девчонками привезли на последнем, вот где-то в октябре, на последнем, на паузках тогда, рекой, ну да, перед уже закрытием, их привезли сюда. Ну, потом они где-то в 34-м году соединились. То есть, дедушка вернулся сюда, его отправили. Ну, считают, что с 33-го года все они тут, и мама тут. Ну, эти все молодые были, с бабушкой-то, детенки. А что было, за что расплачили? А потому что у них была своя лобогрейка, было много скота, была семья, то есть была пашня. Но кулаки крестьяне, крестьяне, вот и все. Только и всего-то было наказание, что они были зажиточные крестьяне, никто у них не работал, работников не было, там что, работать своих хватало. Работников, вот так. Ну, потому как белогвардейцы, не то, что белогвардейцы, а дед. В то время заселяли Сибирь. Ну, а заселяли, а куда слать? На Рим, Томская область, вот и все, это уже вполне естественно. Ну, хорошо, что вот они вот именно вот здесь их привезли. Тут ничего еще не было? Тут была тайга. Вот они корчевали на этом месте, и мы тут остались. Это была тайга, вот это все болото. Вот буквально болото здесь вот приезжали, где воинская часть, вот с этой стороны. Тут было змеиное болото. Мы еще уток зарили, яйца собирали. Вот во время войны, мы же довоенные дети. И вот мы здесь зарели уток, забирали утиные яйца. Все, вот и алтайцев, все собрали сюда. И папина семья, и мамина семья. Ну, тут, в общем, они все сильные. Кто за кого женился, замуж уходил, вот так скажем. Вот такие вот пока пироги. Вот в вашем детстве вы начали осознавать, что тут очень многие по собственной воле оказались, но разница между вами есть. Например, кто-то немцы с Поволжья, кто-то раскулачены. А вы знаете, вот я вам что хочу сказать. Когда вот их прислали немцев, где-то 42-43 год, по-моему, так, насколько я помню. Да, вот где-то вот так вот, да, 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 да. И у нас, вот мы здесь жили, а немцы, вот там, где как, вот выехали туда, вот был радиоузел, пустое большое здание, их туда часть, большая семья, вот эти фельди, их там большущая семья. И когда все приезжали осенью, вот последними паромами, вот этими, вернее, пароходами, их привозили, то есть приехали они ни с чем. Единственное, я уже, мы с дедом вспоминали, что немецкие, значит, были перины с соломой набитые, подушки и вот это все. Ну, что они там успели привезти? Совсем, совсем же немного их собрали, вот так, не хуже, как наших, котомку какую-то успели похватать и привезли. Вот, и мы, я сама лично носила и молоко, и картошку, а больше чего нас принесешь, потому что мы все держали скот. У всех, вот, все дворы были, у всех были по корове, потому что мы за счет вот их коров, за счет вот этой вот картошки мы просто выжили, потому что хлеба не хватало, как всем. И не скажу, что... Проходи, Виталия, проходи. А носили, в смысле, подкармливали? Подкармливали, да, мы их подкармливали. Проходи, деда. Да, интервью деда берут. По сути дела, у бабки берут. Вот тоже полукровка, полунемец. А разрешали, да, подкармливали? Да, ну неужели, конечно. Все понимали, потому что... А почему они понимали, что они приехали, то же самое такое, когда их прислали сюда. Они тоже выживали, кто как мог. Часть прислали немцев вот с этого, с Саратова. Те уже более-менее по-русски говорили. Ну и, в общем-то, я бы не сказала, что большая была такая разница между русскими и немцами. Ну, дрались мы, все дрались. Обзываться мы, русские обзывались. Но чтобы немцы, вот так, как сказать, что вот он немец, прямо вот совсем, чтобы их... Война же... Такого не было. Не было. Я не знаю, были где-то, может быть, моменты какие-то. Ну и я вот свое детство помню. И мы выросли с ними вместе. И играли мы вместе. И дрались вместе. Все было вместе. А дрались-то... Ну как, разбирали, как всегда, как и сейчас, в разборке. Ну такие, я имею в виду, что не такие уже драки были. Тогда не было таких драк, как сейчас. Такого не было. Тумаков друг к другу, да еще и... Вот так. А потом уже присылали, уже вот в 47-м году прислали поляков. У нас полячка женщина была. Ну домик у нас другой был. Ну вот так сказать, поменьше вот это все. Кухня, поспальня и все на свете. И, кстати, прислали, она с нами жила. Литовцев, латышей... Подселили, да? Подселили, да. Куда-то уж было... Их же куда поселишь. Жилья-то особого не было. И по семье. Но нам женщина попалась такая порядочная. Странно, что одна. Одна. Почему я не знаю. И эта история умалчивает. Мы, в общем-то, и шибко не задавались тогда. А тогда как задаваться? Ну прислали немцев. Вот татар прислали крымских. Вот у нас одна семья, дедушки тоже ушли. Это из Крыма, когда вот немцы наступали. Их сюда прислали. Ну вот такая вот ситуация. Тут сброд. Долго она у вас жила? Год. А потом куда? А потом она уехала. Обратно? Обратно уехала. Тут, значит, литовцы, латыши, эстонцы. Они жили где-то в общежитии, где-то там, но они... Тех присылали уже такие... Ну-то цивилизации. Они по-русски, конечно, разговаривали. Они как работали. Вот тут у нас кирпичник был. Вот туда дальше. И они работали на кирпичнике. И первая вот эта вот, как вам сказать, цивилизация, европейская, это была у них. Вот эти босоножки, прически. Но они все... Самое интересное, что они все были высокие, такие крепкие. Прибалтики, да? Прибалтики, ага. Они совсем... Прибалтики. Вот их в 1953 году Сталин ушел, и они все уехали туда. Кому можно было уехать? Остались только те, у которых не было там родственников или не было хуторов. Остальные все уехали туда. А немцев только в 1954-м им разрешили выезжать, но не в Саратовскую область. Почему? Не знаю почему. Вот такие вот бабушка с дедушкой. Слушай, сейчас мы снимали фотографию. Вообще один в один. Тот же фотограф. Просто вообще... Ты видишь, да? Да, у меня на телефончик. Сейчас покажет. То есть, вот это ее папа, а это ее мама. То есть, у нее мама. А вы... Чик... Как... Кого считаете тут родственниками? Слушайте. Ну вот это... Где у тебя другая фотография дедовская? Я просто удивлена, что у вас оказалась эта фотография. Надо понять, кто. Потому что, получается, вы родня какая-то. То есть, кто на этой фотографии, вы не помните? А как она у вас оказалась? Ну вот, бабушки. Все фотографии пришли от бабушки. От матери его. А... Это, значит, дед Егор. Заур. Это его, значит, бабушка. Вот это дед Егор? Да, да. Заур. Да, да. А, значит, их сын живет в Новогорном. Ну, это бабушка Заура, деда, жена. Жена. Да, да. А вот эти кто? А эти я не знаю. Слушай, это не бабушка ли это самое? Ну, в общем, короче говоря, вот эти вот, вот эти две тетушки, надо разбираться. Как могла оказаться точно такая же фотография у... у Розы Петровны Бауэр? Гертнер. Гертнер. Баба Вика, что про Гертнеру говорила она? Гертнер. Я фамилию-то помню теперь. Не Бауэр, а Гертнер. Она, да, по мужу Бауэр, а родная ее фамилия Гертнер. Вот про Гертнеру что-то она говорила. Привет. Саш, ты про Гертнера что-нибудь знаешь? Гертнер. Гертнер. Во-во-во-во. О, моя дорогая. Да тут вот, да, тут родословные. На пузинах женаты, значит, вот эти Гертнеры, это самое, братовья. а не на сестрах были женаты. Значит, две сестры и вот это Гертнер и Заур. Тут без бутылки не разобрать. связь есть между вами и вот так. Вот бабка Гертнер. Заур Саши, бабка Гертнер. То есть Гертнер и Зауры, и Рау все в одной куче получаются. Давайте мы сейчас приедем к вам еще раз, я покажу вам эту фотографию и вы скажете, это ваш папа или не папа ваш? Ну, сильно похоже на нашего папу. Ага, а как у вас это могла фотография тогда оказаться, если вы Заур не знаете? Тогда уже детство. Заур я знаю. А Ваша, они как-то с вами связаны? Может быть, Заур был женат на какой-нибудь вашей там сестре, Магдалены? Может быть, может быть, я ничего, я так не знаю. Я не прощаюсь, сейчас в очную ставку проведу и вернусь. Хорошо, водитель. Это мы, Роза Петровна. Ой, бегунки, заскрет. Ну, такая же, гоняем вас. Нам же надо развыяснить теперь. Смотрите, вот кто на этой фотографии? Ну, кто? Вот это, вот мама наша. Вот моя мама. Ваша мама. А это вот тетка. Как ее зовут? Бешмадль. Как? Бешмадль. Мадль. Мадлена. Мадлена. Все. А это кто? А это Егор. Все. Все правильно. Это значит, я просто подумала, что это ваш папа. То есть, вот эта ваша мама, это ее сестра родная, да? Это папкина сестра. А, папина сестра. А, моего папа? Сестра. Все, понятно. А это муж ее. Все. Да? Все правильно. Это ее муж? Так вот, мы сейчас ездили к вашей родне. А где были? У Рау были. У кого? Рау. Рау? А он Зауэр. А вот этот Егор Зауэр. Зауэр, да. Зауэр. Вот. Зауэр. Фамилия Зауэр. Вот. Ну, то есть, вот они. Видите, две фотографии одинаковые. А, это вы взяли у них. Да. Ну, 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 ну. Только моя, видишь, плохо видать. Ага. И я это, а это хорошо, я смотрю, хорошо видать. Угу. Мы сейчас им вернем эту фотографию. Мы решили просто вам показать, что вот они одинаковые фотографии. Ой. Родня не знаем. Да, да, Вот вырослись, посарели, и родни не знаем. Родня не знаем.